Ольга, сейчас вы вернулись с конференции, которая была посвящена в том числе изучению русскоязычной пенитенциарной системы, как я понимаю, русскоязычным тюрьмам. Расскажите, что заинтересовало особо, что хотели услышать, что интересно было тем, кто из других стран, ну и что такое запомнилось больше всего? Я понимаю, доклады были на разные темы, в том числе и о тюремной культуре. Но вы знаете, вот вы сейчас спросили, я поняла, что на самом-то деле, несмотря на то, что доклады были, я бы сказала так, о русскоязычном тюремном мире, и много было того, что люди изучают, не знаю, там, приветствие, кто по жизни, кем сидел там и так далее, и так далее. Причем это вот доклад был англичанин, английского профессора. Много изучают литературу и историю. Был прекрасный доклад про Пригожина, про вербовку и вообще про его роль в политике. Один был доклад, который было посвящено происхождению слова «мудак», и я обратила внимание, сейчас я как раз вспомнила и увидела у себя слайды, и очень интересная отсылка, очень интересная отсылка, это киевский словарь криминального жаргона 1979 год, это основа, так сказать, основа изучения Калифорнийского университета. Ну и доклад профессорки из Аризона, из Аризонского университета, Анастасия Гордиенко, она украинка, был доклад посвящен, она вообще изучает, она автор книг по шансону, вообще по облатному жанру. Облатной жанр он начинался вполне как, не знаю, наш общий, тот же Алексей Хвостенко, это же вот куда его отнести. Он русский, украинский, да, тут не поделить. А сейчас уже поделить можно запросто, и ее доклад был посвящен шансону воровской песни, которая поддерживает войну. И, знаете, это был, она говорит по-английски, прекрасно говорит, и в основном все песни были по-английски, чтобы было понятно слушателям, но чуть-чуть русского, конечно, мы застали. Вот, например, она изучала песню Дениса Майданова «Сарматушка», «Вдаль взят сарматушки на Соединенные Штатушки». Соединенным Штатушкам было особо приятно это все слышать. И, к моему удивлению, к моему удивлению, оказывается, поддержала войну группа «Бутырка», да, такой шансон самый-самый воровской, группа «Воровайки», которая вообще зиганулась окончательно. Вот этот хоп, мусорок, мишень и срок, вроде как, теперь они все в камуфляже, с автоматами поддерживают войну. И очень-очень много, очень много людей, о которых я, например, не знала, что они поддержали войну, все-таки, да, вошел в этот список. Ну и очень-очень жаль. И это интереснейшее исследование, собственно, почему вот русский криминальный такой песенный жанр поддержал войну. Ну, понятно, что он, в общем, представлен в основном Лепсом, Новиковым и так далее. И все это происходит, конечно, еще от смычки русского преступного мира с миром властом, провластом. То есть то, что начинается в тюрьмах, это сращивание блаткомитетов с начальством радиогнетения, собственно, заключенных, обычных заключенных, до того, как, ну, тут Пригожим, да, сросся с Путиным в свое время. Это вот ровно-ровно то же самое. И отсюда, отсюда, собственно, искажение старых тюремных понятий. Понимаете, 12 воров в законе, 12 воров в законе. Мы знаем, что они убиты на спецоперации, убиты в войне, они пошли воевать из тюрем. И мы знаем о том, что они пошли из-за некрологов, из-за того, что их фамилии всплывают при наследственных делах у нотариусов и так далее. А сколько еще, так сказать, не убитых, сколько еще воюющих? Блаткомитеты уходят из тюрем воевать. Изменились понятия. Шакро молодой, самый авторитетный вор в законе, поддержал войну и получил за это свободу. И свободу, собственно, своим правым-левым рукам. И совсем недавно вышел репортаж наших коллег о том, как он живет в своем доме на Рублевке по соседству с губернаторами, певцами и артистами. И как он после отсидки проходил, так сказать, чекап в закрытом воедом госпитале. В общем, преступный мир России встал на сторону войны, поэтому никаких сучьих войн не будет. И поскольку в Украине есть организации, которые очень похожи на Русь сидящую, мы с ними очень тесно сотрудничаем. Например, организация «Захист не увязники». Много лет мы с ними сотрудничаем. И много лет мы с ними разговариваем о том, что происходит в тюремном мире Украины. И здесь, конечно, эти миры не сойдутся. Нет, не сойдутся. Ну, и дело в том, что, конечно, разная ситуация. Вот 8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении закона о мобилизации, в том числе заключенных. Давайте нашим зрителям просто скажем, что там речь идет о заключенных, которые не осуждены по статье «умышленное убийство», «изнасилование». По статьям легкое и среднее тяжество. И, конечно, сам по себе изначально разный подход. Российские зэки идут за деньгами и за возможностью вырваться из тюрьмы. Но там без какой бы то ни было идеологии им все равно, кого убивать. Вообще все равно. Конечно, украинцы, и в том числе заключенные, идут прежде всего защищать свою родину от оккупантов. Это очень важная фигня. И когда сравнивают вербовку заключенных или мобилизацию заключенных с тем, что было во время Второй мировой войны, известный цикл Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны». И другие заключенные пусть читают у ворот нашу надпись застекленную, надпись «Все ушли на фронт». Это разные вещи, потому что, да, советские заключенные уходили на фронт защищать свою родину от фашизма. Это то, чем, наверное, будут заниматься украинские заключенные – защищать свою родину от фашизма. А вовсе не убивать за деньги соседних, как это делают российские заключенные. Главная принципиальная разница. Ну а внутри украинской этой тюремной культуры, скажем так, этого уклада, это не является чем-то зазорным. Ты все равно сотрудничаешь, получается, с правоохранительными органами, с силовиками. Ты идешь на службу к государству. Я просто пытаюсь понять, как трансформируются вот эти понятия. И вот идти, например, защищать свою родину. Это тебе потом за это не предъявят, скажем, если ты вернешься в места заключения. Вы знаете, действительно, все трансформируется. А здесь вообще немножко другое. Дело в том, что, как вы помните, мы не знаем число точное до сих пор. От двух с половиной до трех тысяч заключенных было угнано в Россию, украинских заключенных из Херсонской области при деоккупации. И примерно 600 человек за это время вернулось назад в Украину с окончанием сроков, потому что россияне не знают, что с ними делать. Вернулись через Колотиловку или через Верхний Ларс. И очень многие из них, хлебнув в России, посмотрев, как все устроено, причем у них нормальные выстроились отношения с российскими заключенными, честно сказать. Но очень многие возвращались в Украину с намерением добиться того, чтобы их взяли воевать, взяли на фронт. Многие добились, потому что они уже с окончанием срока, то есть все, они уже не заключенные. Очень многие добились. Один парень, Мишка, я не знаю, на что он сидел, мы не спрашиваем. Важно же, чтобы вернуть гражданина в Украину. Он очень плохо сидел, сидел в Чунгаре, в колонии, в Крыму. И он каждый день заходил в столовую и говорил «Слава Украине!». Был за это совершенно нещадно бит. И на следующий день это все повторялось. И он вернулся, он вернулся с полгода назад, он уже в УСУ, он воюет. Мы на связи с его мамой и, в общем, большой молодец. Нет, нет, когда люди уже были под оккупацией, а тем более были сами пленены и перешли в Россию, у них нет никаких сомнений. У них нет никаких сомнений, как нужно себя вести. А вот этот мир тюремный, он же очень сарафанное радио. Там очень все понятно. И я, честно говоря, не… Когда я разговаривала с нашими коллегами, а там люди-то работают тоже с тюремным опытом, с захистни-увязники, они мне как раз… Мы обсуждали как раз шакро молодого. Они до конца не верили, что он поддержал именно войну и поддержал именно нападение на Украину. И мы обсуждаем, конечно, тему мобилизации. Я думаю, что украинские заключенные, они будут принимать, конечно, правильные решения. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Вот тут уж… Это я тоже Высоцкого цитирую. Высоцкого цитирую. Субтитры создавал DimaTorzok